приветствую зрителей на канале с вами смайлсик и мы завершаем робо инструктус в этой серии я наконец прошел эту игру на сто процентов сразу скажу что то как я это прошел мне не особо понравилось и в целом именно последний уровень смазал все впечатление об игре если до этого нам не более-менее как-то нравилось конечно ближе к концу это уже было не так очевидно но последний уровень испортил все впечатлениям но что же давайте посмотрим что же здесь автор нам заготовил и что же все испортило так я уже показывал этот уровень то есть что нас ждет но ждет нас вот это и что-то здесь вроде как попроще ближе к этому аналогу берем код прошлого уровня на нем проще будет всего основываться хотя на самом деле это вообще не так поэтому для робота я возьму совершенно другой вариант так крученый бросок нет плохая плохая идея так путь в убежище это тоже плохая идея а вот искусство прыжка нам более или менее подойдет потому что здесь у нас есть все необходимое сканирование и так далее то есть вот эта программа здесь подойдет намного лучше чем все что было до этого то есть именно для робота для того что делает у нас проба это подойдет уже не так хорошо точнее здесь она получше будет по крайней мере здесь менять нужно будет меньше так ну что ж давайте разберемся с константами здесь никаких лево-право для робота вообще не существует потому что он будет просто ходить никакие они нам нужны были только для детектов то есть все это больше нам не понадобится дальше ноутайл и от ноутайл нам нужен а джемпады конечно же нам нужны и на самом деле нет они нужны для робота который у нас будет выступать в роли сканера все остальное здесь нам ни к чему сам принцип move turn scan я оставлю вместо детекта который я здесь сделал здесь я сделаю прыжок то есть вот он у меня получился 600 600 прыжок но сделаем его 400 потому что детекты здесь никакого значения уже не имеют то есть нужно будет делать использовать только шаги повороты сканирования и прыгать больше ничего здесь не понадобится далее теперь разберемся всеми массивами массив плохих хороших нужен потому что здесь у нас и джейсент будет надеюсь я правильно произнес мне уже в течение нескольких видео говорят о том что как что я ужасно это говорю надеюсь я на этот раз сказал хотя бы правильно скан остается дир остается здесь важно опять же куда мы смотрим куда мы будем лететь это все нужно будет контролировать но помимо этого понадобится еще одна переменная и я случайно только только здесь она мне пригодилась то есть вот эти платформы дают о себе знать казалось бы рабоюз здесь идеальное устройство но мы какое-то время заходим на платформу и платформа начинает уже заряжаться но проблема в том что когда я встаю на платформу точнее я на нее прилетаю она не успеет не успевать зарядиться и рабоюз меня не выталкивает вот это был сюрприз пришлось добавлять аналог таймера который будет выжидать если я простоял здесь немножко меньше мне нужно будет рабоюз делать еще раз но или какое-то другое действие в общем я остановился на том что таймер у меня будет читать именно рабоюзы не по количеству я поставил время то есть когда я иду 450 вот это и буду делать и рабоюз по моему столько же делает 450 поэтому я и буду его прибавлять поначалу таймер у меня обнулен потому что мы еще ничего не сделали мы никуда не сдвинулись теперь давайте разбираться с функциями да какой кошмар здесь совершенно непонятно зачем я все еще использую старый вариант хотя давно уже перешел на новый и так берем направление прибавляем к нему 300 потому что мы разворачиваемся на минус 60 аналогично что я поворачиваюсь на 360 логично что с лев там будет все то же самое но на этот раз мы прибавляем только лишь 120 я думаю вы это уже помните видео наверняка тоже затянется но помимо этого вот здесь мув очень важен в терн таймер я не буду то есть я вращаться на платформах вообще практически не буду за исключением некоторых моментов то есть допустим вот здесь мы когда прилетим нам нужно будет отсюда сойти но обычно я успеваю это сделать поэтому таймер для поворотов мне не понадобился и это немножко упростила задачу и так вот здесь когда я делаю шаг я увеличиваю отдел делаю таймер 450 не увеличивая именно делу потому что каждый шаг я буду его обнулять точнее его не будет смысла обнулять если я буду делать шаг и просто говорит вот я сделал шаг все платформа частично уже зарядилась и мне это стоит учитывать далее я передаю роботу все что нужно могу сделать это немножко позже и на всякий случай я сместил это в другую сторону таким вот образом и чтобы здесь у нас возникнут стыковки то есть когда робот пройдет весь маршрут он начнет передавать данные и при этом он сам их точно также получает то есть я должен робота перевести в нужное мне положение сканирующего робота летающего наверное так его проще будет называть и соответственно он будет повторять эти действия но при этом передавайте следующее действие то есть на этот раз и вот в этом уровне мне потребовалось два канала один для приема летающего другое для приема не летающего пусть будет так поэтому я разделил но на самом деле это не сильно принципиально и еще что мне понадобилось куда я иду любой шаг я делаю его хорошим это мне понадобится некоторых уровнях где вот здесь чтобы я потом несколько не смотрел я сам буду понимать что у меня это все хорошо и соответственно мне сканер не понадобится чтобы снова проверять эти ячейки но опять же принципы эйджей сента надеюсь 5 правильно сказал как непривычно то так текущую локацию на которой я встал я помещаю в хорошую раз я туда встал значит там хорошо и классно так ну что ж робо форвард робо лэфт но точнее мои форварды и лэфты полностью готовы можно двигаться дальше так сканер сканер давайте его поставлю выше здесь и я немножко его переделал и это произошло из того что дата теперь выглядит по-другому я решил сделать ее возвратной не использовать вот этот скан я добавляю переменную пусть это будет не скан чтобы было попроще а дата то есть данных у нас сейчас на данный момент нет и здесь до тех пор пока никаких данных у нас нет я буду получать информацию и получая ее уже с другого канала то есть переправляя по нулевому отправляя ее по первому то есть летающий робот принимает по первому каналу данные передает по нулевому таким образом я разделил эти действия я пытался делать какие-то паузы и это ни к чему не привело абсолютно и так далее соответственно как только цикл закончился я возвращаю эти данные все на мой взгляд это станет немножко более толково и wait data тогда у меня отправляется вот сюда я просто вернут то что я там насобирал таким образом скан я отсоединю от всего этого и он у меня будет сам по себе на мой взгляд это будет более надежная версия все с этим я думаю мы разобрались поехали дальше далее ну здесь я не буду ничего менять здесь так все прекрасно трогать эту функцию я не буду здесь все хорошо дальше массивы идеальная программа идеальной функции все здесь все прекрасно ничего трогать я не буду здесь все хорошо далее теперь прыжки прыжки я делать не буду как таковые они здесь ни к чему то есть я просто буду прямо внутри функции это делать проверки прыжков вот это все это все у нас лишнее детекты вот это тоже все лишнее джамп сканеры это все тоже так ну принципе джамп сканер наверное еще более или менее подходит хотя хотя нет не подходит мувы это все что я за собой оставлял нет все этой долой так чек джамп то нет тоже я все это перепишу look up для робота это в этом нет никакой необходимости куда он смотрит это для летающего робота только актуально итак поехали следующая функция которая мне понадобится но по сути это последняя функция для робота эта функция find way find way то есть она нужна для того чтобы найти путь дальше как только мы встаем перед прыгающей платформой соответственно мне нужно будет отправить робота и посмотреть куда же он прилетит используя эти платформы если платформа ведет на другую платформу снова прыгает 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 и вот я здесь зациклился соответственно я должен буду отматывать и искать но какой-то выход соответственно эта платформа хорошая до сюда я уже робота могу допрыгнуть отсюда уже и строить путь дальше таким образом это все и будет примерно работать следовательно я назвал и найди путь они просканируют только сканер потому что здесь нужно будет найти путь дальше итак соответственно я передаю роботу прыжок то есть все равно с этого все начинается я могу в принципе передавать и jump way вместо джампа сделать find way и наверное это было бы разумней но я уже не хочу этим заморачиваться никакого желания уже нет соответственно здесь будет точно такой же принцип как и сканирование островов то есть пока робот не дойдет до финиша в том случае как он доходил я буду ждать и только тогда он не передаст все необходимые данные либо сделает платформы хорошими либо наоборот будет не говорить команды которые я должен буду выполнить в одном из вариантов я так делал здесь я сделаю то же самое но мне нужно понимать что это конец это последнее что нужно будет сделать поэтому мне нужно будет опять же проверить на 0 0 у меня будет в данном случае как раз та заглушка которая будет говорить что все команды переданы то есть пока данные не равны нулю это значит что мне передаются команды я буду их выполнять соответственно мой скан будет равен тому что я там найду то есть данным которые я дождусь и здесь я сделаю развилку соответственно если скан это хо это шаги то я делаю мув форвард все здесь прекрасно иначе если если скан это прыжки они прыжки поворот то тогда я делаю поворот думаю здесь все очевидно ну и последний если скан это прыжок то есть я могу наконец-то начать прыгать следовательно я захожу на платформы и вот здесь таймер начинает свой прекрасный путь то есть до тех пор пока таймер у меня меньше 700 это число подобрано поэтому на него внимание сильно не обращаем внимания но я примерно рассчитал что платформы но где-то за 600 меня точно выстреливают поэтому мне нужно будет иногда два цикла ожидания то есть два юза чтобы точно улететь автор не указал вот это время поэтому мне пришлось подбирать тут уже как есть поэтому не обессудьте кто находил вот здесь так вот здесь где-то находил время действия джамп платформ можете написать мне в комментариях сказать что я невнимателен и указать на какой странице это можно примерно найти итак я делаю рабоюз и таймер начинаю увеличивать хотя бы это время указано в рабоюзе и итак хотя нет я по моему на 4 400 там рабоюз 400 соответственно как только я прыгнул я я прилечу скорее всего на платформу и на ней таймер будет равен нулю поэтому там он еще не запущен платформа меня не почувствовал я на него просто плюхнулся неожиданно вот это да робот прилетел что с ним делать не ясно и все вот у нас поиск пути соответственно мы его делаем то что у нас здесь мы сканируем используя робосканер если сканер больше 0 то мы должны проверить если это джампад но здесь уже так не пойдет потому что джампадов у нас несколько поэтому мне придется их разбросать если это меньше 2 потому что джампады начинаются стройки и одновременно скан у нас меньше 6 потому что заканчиваются они пятеркой то тогда это будет у нас find way то есть поиск пути в противном случае я точно так же двигаюсь вперед иначе если там у нас ничего нет то я поворачиваю спортивном случае у нас вступает джейсент здесь вроде бы все я надеюсь но на самом деле здесь будет кое-какая проблема но они дальше этот вот засада которая мне испортила вообще все ладно поехали дальше так джампап тройка четверка пятерка остаются финиш здесь уже не актуален нам он не нужен как платформа рано или поздно мы все равно на него зайдем и так мне понадобится ноу да там точно так же как и у робота и она равна минус 2 тысяч минус 20 тысяч я не знаю кстати почему такие числа выбраны мув терн скан джамп они аналогичным образом тоже попадают сюда здесь они нам понадобятся ну и как и в прошлый раз я буду указывать направление полетов то есть давайте наверное сделаем на базе вот этого джампап дир так ну и наверное так вот это вот я везде добавлю не знаю получается ли у меня ускорить свои видео или нет но вы всегда можете ускорить их используя скорость в плеере и так что полететь сверху обратно то есть я делаю сразу именно перемотку поэтому не обращайте внимание что углы совсем не соответствует тому что есть и так 270 это когда я лечу обратно то есть я улетел вверх мне надо развернуться и улететь обратно иначе мне придется здесь делать дикие формулы а это такой вариант мне намного проще так с константами вроде как все теперь давайте здесь разбираться направлением неважно поэтому я его оставлю чек цирку здесь он уже не актуален дальше гуд и вот это все мне не понадобится то есть они у меня будут чистыми дир вот это все я не буду вообще брать бэд тоже не нужен джамп дирс вот это все я немножко оптимизируя немножко по-другому все будет я придумал способ как можно из одних только команд простроить полностью обратный маршрут не используя локации и так далее здесь эти локации уже не к чему но для себя мне их определять нужно и так я снова буду передавать сигналу роботу поэтому я создам массив orders команды которые я буду передавать роботу хороший массив также мне понадобится еще один массив но о нем позже это у нас будет часть костыля который позволит нам пройти последнюю локацию так и секретный уровень так далее соответственно сам приказ который мы будем обрабатывать это приказ который придет нам дальше результат который мы получаем при сканировании но и наверное сам скан для себя чтобы я тоже мог обрабатывать что же я там получил все на этом мы заканчиваем по на и появится еще один массив как я уже говорил далее уже не будем к этому возвращаться му форвард здесь все хорошо тюрьмы в кстати зачем я их писал вот здесь они написаны ну и как всегда все в общем так дальше бэк мув бэк тюрн и так где бэк джамп что они у меня все в разнобой давайте мы их объединим и я сделаю их первыми дом функции лук то есть ходить мы умеем и давайте сразу же будем делать перемотку то есть раз ходить мы умеем давайте их разместим рядышком так все разместили но на самом деле здесь все будет по-другому проще всего вот здесь я не буду делать вот это потому что вот это везде все повторяется вынесу я это в реплей здесь в этом вообще никакого смысла нет то есть бэк тюрн все он только разворачивается мне не нужно удалять информацию это будет делать другая функция потому что мне везде нужно будет вот это удалять только здесь нет уже дирс так поехали дальше бэк мув и бэк джамп они достаточно будут сильно отличаться поэтому я перепишу их заново так бэк мув и такую функцию я по-моему даже уже писал но я сейчас уже не вспомню где так опять же я воспользуюсь принципом мува так если нужно только наоборот мув а нет наоборот никуда нет здесь мув если нужно идти то мы идем так если ну и здесь соответственно вперед мы идем а обратно уже не идем мы просто разворачиваемся то есть чтобы вернуться назад я должен повернуться пройти шаг и повернуться еще раз то есть повороты здесь более ключевые а проход вперед он используется только один раз то есть вот вперед первый поворот мы идем чтобы вернуться второй уже мы только делаем поворот и все они не не проходим Так, соответственно, мы делаем turn left и turn left И если необходимо идти вперед, need move Так, вот почему ты мне вот эту функцию, эту переменную мне не даешь? Было бы неплохо все-таки это тоже добавить Так, если необходимо идти вперед, то мы, собственно, идем вперед Все, back move готов Так, теперь с back jump разберемся, здесь все несколько иначе Во-первых, мы должны посмотреть look at, не look, look at я назову Look at, посмотреть Так, где она у меня, кстати, look at Вот так, это будет более наглядно Нужно будет посмотреть в направлении Так, look at direction В направлении, которое я передам сюда То есть direction, это туда, куда я полечу Но при этом я в конце полета должен встать в то состояние, в котором я этот полет совершил А так как я все перематываю То есть, допустим, я прыгнул сюда, я смотрю направо То есть, я сохраню вот это направление для себя Это будет current deer То есть, когда я буду отматывать, я уже буду смотреть здесь Соответственно, я запомню это положение, перекину его в обратный прыжок Буду знать, как я должен смотреть, в какую сторону При перелете назад Поэтому мне понадобится два входных параметра Итак, я смотрю в нужную у меня сторону Для этого я и сохранял вот это вот В таком виде, чтобы я спокойно мог лететь Именно в этом направлении После этого я делаю точно такой же Move, который у меня был раньше Кстати, здесь у меня не сохранился Ведь так Да, его здесь нет Ну что ж, придется его снова написать Итак, снова for То есть, здесь уже нет turn Необходимо ли поворачиваться И здесь у нас 0, 1, 1 и 0 Это я уже писал раньше Только, похоже, я где-то это все опять потерял Или я не знаю, в каком уровне это находится Итак, я двигаюсь вперед И если мне нужно Так Если мне нужно, то я делаю поворот Все Про перемещение через фор Используя всего 4 команды Я уже подробно рассказал в прошлый раз Останавливаться на этом я думаю уже не стоит После того, как я вернулся Мне необходимо будет снова посмотреть в направлении Направление я беру Carandir Так, и ты мне тоже не хочешь его добавить Да, ну ладно Ctrl-C, Ctrl-V вас спасет Ну и в конце Так, и все Здесь рано я еще немножко перешел к этому Еще нужно будет кое-что добавить Но об этом позже Так Look at Здесь, в принципе, все хорошо Инарей Так, кстати, да От Инарей А нужен ли он мне? Ладно Далее, что мне точно потребуется еще Это Когда я Буду летать вот здесь Ну допустим, вот я прыгаю Прыгаю, прыгаю, прыгаю Прыгаю Здесь все печально Возвращаюсь Откуда я прилетел Допустим, прыгаю Ну допустим, вот я прилетел сюда Вот отсюда Прилетел сюда 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 И Нет, это не очень хорошая идея Давайте вот здесь Вот сюда прилетел Здесь нельзя ничего делать Вернулся обратно И Мне нужно понять А куда дальше? То есть вот прыгать отсюда явно уже не Не хорошо Мне нужно найти выход с этой платформы Ну здесь, не знаю, в каком уровне Вот тут, наверное, да Это лучше Раз, два Вот Вот, очевидно, я зацикливаюсь Надо вернуться назад Здесь выхода нет Я еще отматываю назад А здесь вот как раз Есть выход на платформу Пусть даже это финиш оказался Но он все равно есть То же самое касается и вот тут То есть мне нужно иногда с платформы будет выйти Соответственно Когда я отмотаюсь назад Мне нужно будет просканировать весь этот тайл Во всех направлениях Куда бы я мог выйти Поэтому я добавил функцию ScanTile Назвал ее так Никаких входных параметров в ней нет Соответственно У нас три направления Куда я могу выйти Поэтому мне нужно их просто перечислить Поэтому беру нейтральную переменную Нейтральное значение Они никак не будут использоваться Соответственно Я уже смотрю в каком-то направлении После перемотки назад Поэтому я просто делаю шаг вперед И смотрю Все ли там хорошо То есть Вот мой сканер Проба Scan Все То есть я сканирую это место Если оно толковое То значит туда действительно можно двигаться И я в свой массив хороших данных Могу его добавить Ну и соответственно команду Ордер Ну то есть Количество команд Я должен увеличить То есть я сделал шаг Там хорошо Значит робот тоже должен будет туда сходить Следовательно я должен это запомнить Поэтому если Мой скан больше нуля И Одновременно В массиве В массиве этого нет То есть я не возвращаюсь в старую локацию В старой мне нет смысла возвращаться Если в массиве нет Этого тайла Опять же Здесь можно проверить Что это и не Прыжковая часть Но прыжковые части Никогда рядом друг с другом Не находятся В этом их плюс То есть поэтому Здесь нет прыжка вниз А если бы здесь Еще и прыжковые платформы Были бы стояли Прямо рядом друг с другом То это вообще Было бы просто кошмар Поэтому здесь нет смысла Делать какое-то Дополнительное пояснение Больше нуля Все классно Значит это хорошая платформа То есть это либо финиш Либо просто платформа То есть это либо Либо один Либо два Все других вариантов Здесь вообще быть не может Итак Если это так То Этот шаг Нужно будет запомнить Что я его сделал Добавляем Команду Move В дальнейшем мы будем Эти все команды Передавать роботу Помимо этого Нужно эту платформу Для себя запомнить Чтобы больше По ней Не перемещаться В случае чего Если вдруг мы на эту платформу Каким-нибудь образом Прилетим То есть Таким образом мы попадем В кольцо Вот здесь например Или еще где-нибудь Так Текущую локацию Я запоминаю Чтобы в дальнейшем Ее можно было обрабатывать И Далее Я должен сказать Что да У меня это получилось Поэтому Здесь я сделаю Эту функцию Логической В противном случае Если же Ничего не получилось Там ерунда Мне нужно вернуться назад Я отматываю это назад Ход я таким образом Для себя не ставлю То есть Мне удалять ничего Не придется Поэтому Мне достаточно будет Отойти назад Я ничего не удаляю Из массивов Ничего не трогаю Дальше Делаю turn left Когда я вернулся назад Я снова буду Ну допустим Где же В каком месте Это сделать Ну допустим Не знаю Вот я вернулся назад Допустим Это плохая платформа Здесь я уже был Я сканирую вперед Назад Лево Хотя это тоже плохая идея Я же Стайло сканирую Итак Допустим Раз Я вернулся Я снова смотрю сюда Далее я делаю поворот Чтобы просканировать Уже следующую часть Все И Так как я повернулся И если есть вероятность Что я туда пойду Я на всякий случай Так как поворот Все таки сделан И он более или менее успешен Я должен Его тоже запомнить Что этот поворот Был сделан Turn Надеюсь это понятно Если вдруг После всех этих действий Цикл force закончился И через return Мы отсюда не вышли Значит С этого тайла Делать Абсолютно нечего Мне нужно Вот эти все Три поворота Удалить Поэтому Я точно так же Добавляю массив I in 0 Запятая 1 Запятая 2 И удаляю Все что Там есть Давайте наверное Вот так сделаем Orders Здесь мы сделаем Remove Ну и удалять мы будем Последние данные А для этого надо знать Количество элементов Size И Делаем Минус 1 Надеюсь Это тоже понятно Ну и в конце Соответственно Мы делаем Так стоп Секунду Я это не засунул Ни туда Вот это For Вот здесь И return 0 Все Значит Scantile нам не удался Это значит Что нам Если Scantile не удался То есть данная платформа С нее никуда не нужно идти Мы отматываем действия Еще раз Только для этого Мне и нужен Вот этот результат То есть у меня получилось Либо не получилось И я должен отматать Все назад Дальше это все Тоже будет обрабатываться Так Теперь Давайте посмотрим Еще Вот у нас важная функция Это replay Она нам тоже понадобится Ее разумно держать Вот здесь В этой связке То есть она будет управлять Вот этими всеми движениями назад Здесь соответственно Все тоже будет Немного по другому Итак Index Index у нас просто будет один Мне не важно уже чей это Index Потому что массив Есть у меня теперь один Что намного проще Это не нужно будет все стыковать И вот это вот тоже все сравнивать Мне тоже не придется Итак Есть ли Index Здесь соответственно Массив у меня один Orders Я его считаю Далее Здесь у меня будет Order Здесь Я должен узнать Так Orders Index Узнаю какой элемент Я должен буду делать И отмотать его назад Соответственно Я этот элемент Так как я его уже запомнил Мне можно его смело удалить Я его все равно отматываю То есть Так Нет Нигде ведь не сохранилось Да Давайте вот отсюда Orders Нет Где у меня Orders Remove Orders Remove И Index Я выкидываю Так Index Удаляю Именно этот элемент Последний Далее Я проверяю Если Вот здесь Раньше мне приходилось Их сравнивать между собой Когда я прыгаю Когда я не прыгаю Здесь все стало намного проще Если Order У меня При делении на 100 Больше нуля Это значит Это 100% прыжок Потому что числа у меня здесь 270 30 150 Ни один не делится на 100 А эти все делятся на 100 Далее Здесь соответственно Мы можем Точно так же Вообще нет смысла Теперь этой проверки Если Order Это Move А нет Turn Давайте turn Поставим Если это turn Делаем back turn В противном случае Это у нас Back move Опять же Можно сделать наоборот Опять же Не принципиально Ничего другого Мы здесь не храним И все Так намного проще Я думаю Далее Мне понадобится Сделать эту функцию Тоже логической Я буду возвращать Index Это мне нужно Для того Что если вдруг После всех этих действий Мой индекс То есть я его удалил Но я его запомнил То есть если вдруг Он нулевой То здесь вернется ложь По сути ноль Во всех остальных случаях Возвращается истина Зачем мне это нужно Допустим я отматываю И дошел до самого робота Обратно Это значит что мне делать Уже нечего И Я отмотал Все ходы Настолько Что нет смысла Уже дальше что-то проверять Все Значит туда вообще Ходить не надо И на эту платформу Мы запрыгивать не будем Вообще Единственное что останется Сделать Так как робот Все равно ждет приказы Эти приказы Нужно сформировать Но если Вперед нам Идти не надо То что нам нужно сделать Правильно Повернуться Поэтому это мы Отдельно Просканируем То есть просто будем Поворачиваться Так С этим вроде бы Разобрались Реплеем Разобрались Скантайл Мы тоже сделали Массивы пока оставляем Давайте все с движениями Разберемся И так далее Нам нужна функция Найти То есть основная функция Поиск Find way Сделаем так же Как и у робота Итак Как мы ищем Первый шаг Мы все равно должны На платформу Зайти Чтобы прыгнуть Поэтому делаем Просто move forward Здесь никаких Сюрпризов нет Естественно Этот ход Нужно будет Добавить Потому что я его Все равно делаю Если что Я его отмотаю Добавляем move Я его сделал Все В принципе Вот эти данные Точно так же Можно будет передавать Через move forward Но я не стал этого делать Потому что таким образом Мне будет проще Отматывать вот это Иногда мне нужно Просто отойти И ничего не перемещать Это экономит время Точнее не время А вызовы Потому что время У нас тратится Только на функции Вот эти функции Вот эти Любые другие На поворот Ну понятно что Логично что у меня Там используется Проба left Он тоже тратит время А так это просто Вычисление Так Ну что ж Поехали дальше Дальше Здесь мы должны Понимать Если У нас Не получилось Пропрыгать нормально То есть Если прыжки Закончились На платформе Это все хорошо Но если же нет То есть Например Так Так Здесь все хорошо Но если бы я прыгнул сюда Раз Два Здесь плохо То есть я должен понимать Вот этот пинбол Так называемый Он у меня чем закончился С каким результатом Поэтому Я сделаю Дополнительную функцию Пинбол Так Почему-то я сделал С маленькой Буквы Если пинбол Мне не удался То мне следовательно Нужно будет Это все Тоже как-то разобрать То есть Что-то делать В противном случае Если пинбол У меня удался Точнее Здесь в принципе В любом случае Если он не удался Я должен буду найти Альтернативный путь Давайте наверное Так же сразу Альтернативный путь Альтернативный путь Где будет все необходимые Перемотки И так далее Но он кстати Тоже может не получиться Опять же Вот этот самый реплей Я буду использовать здесь Поэтому здесь Точно такая же Будет ситуация Если Если альтернативный путь Не найден То тогда Что мне остается сделать Мне остается просто Повернуться Как я уже и сказал То есть я поворачиваюсь И добавляю Данные Так Наверное проще Так сделать И здесь я добавляю Терн Все Я учитываю то Что я повернулся И это единственное Что мне останется сделать То есть Альтернативный путь Не найден Значит я нигде По пути не вышел Все Вне зависимости от того Чем все это закончилось Так Если Нет альтернативы То все Вот так Далее Я закончил Да Теперь Мне нужно подготовиться Что я понимаю Под подготовкой Когда робот Будет идти Он будет Передавать мне данные О своих Похождениях Только джамп Не передает Какие-то сигналы То есть если робот Повернулся Он должен будет Дать мне сигнал Тоже повернуться Следовательно Я должен подготовить Себя к тому Что я Этот поворот Должен Предварительно Сделать наоборот Вниз А если он Делает шаг Соответственно Я тоже его сделаю Ну как летающий робот Который получает Эти сигналы Изначально я хотел Делать Вот эти перемещения Turn left Здесь сделать реальные Нереальные То есть передавать Не передавать данные В итоге я отказался Сделал просто Функцию prepare Подготовка Что робот сейчас начнет Готовься Сейчас будет жара Поэтому Я просто сделал так Отдельно его выделил Выделил и все И далее До тех пор Пока У меня Размер Массива Приказов Больше нуля То есть мне есть Что передавать роботу Соответственно Я буду это делать Если Orders Опять же Здесь я уже Конкретные элементы Потому что я их буду Отсюда выкидывать Сразу же Если Данный Приказ Или команда Делится на 100 С остатком Значит это точно Был прыжок Поэтому я Пересылаю Ему А пересылаю я Через первый канал Я ему говорю Прыгай Ты будешь прыгать В противном случае В противном случае Я просто Пересылаю ему Весь Приказ То есть Здесь уже не нужно Никак Это все делить Все стало Намного проще Также Здесь я просто Передаю Вот этот Приказ Так Вставляем его сюда То есть там Либо поворот Если это не прыжок Либо шаги Все И данный Приказ Я должен Удалить Так как он уже Обработан Ой Что это у меня С шарп Это все тянет В конце Чтобы Сказать роботу Что все Это точно конец Я передаю Ему последний сигнал В виде нуля Все Путь найден Теперь нам нужно Будет прописать Все вот эти функции Альтернативный путь Пинбол И все В этом духе Так с альтернативным путем Здесь на самом деле Все проще Давайте я даже сюда Fun Так Альтернативный путь Альтернативный путь Здесь что я делаю Я делаю реплей То есть я отматываю Один ход Здесь очень важно И До тех пор Так что ж ты мне Вайл-то не подсказал До тех пор Пока У меня Нет То есть Сканирование тайла Происходит неудачным Я этот реплей Буду делать То есть Тайл прошел Не нашел Отмотал ход назад Снова тайл прошел И так до тех пор Пока я все тайлы Не просканирую И вот здесь Если Реплей Уже некуда делать Вот для этого Я делал ее Логической Как я уже Объяснил ранее Я возвращаю То есть Я этот цикл Разбиваю И говорю Что Альтернативный путь Не найден Следовательно Я уже стою у робота И все что я делаю Это поворачиваюсь И роботу говорю Все повернись Больше здесь делать нечего Этот трамплин плохой Мы не будем Вообще с ним Взаимодействовать И Здесь Если вдруг Мы сюда Не попали То есть Скантайл Рано или поздно Нам вернул Хорошо То тогда Я говорю Что все классно Все получилось И соответственно Это мы не делаем Сразу делаем Подготовку Потому что Пока мы искали путь Все необходимые приказы Мы уже Поместили То есть Так Где мы это делали Скантайли Скантайли Все необходимые данные Мы уже поместили В массив приказов Все С этим мы тоже Надеюсь Разобрались Так Поиск сделан Альтернативный путь найден Что у нас осталось Подготовка Реплей Мы уже тоже вроде бы Прописали Или я прописал Так Пинбол Да еще пинбол остался Ну и соответственно Припе Ну давайте их тогда И будем писать Так Массивы Мы это пока все оставим Итак Функция Припе Она попроще будет Здесь Что мы делаем Мы должны все шаги Пройти в обратном порядке То есть Отматывать их Именно Таким образом То есть Я должен Посчитать для себя Индекс И Ордерс Точка Так Сайз Минус один Итак Узнаем сколько всего команд И до тех пор Пока Индекс У меня Больше Минус единицы То есть То есть пока он у нас Больше или равен нулю Хотя бы Ну Я Давайте наверное Больше или равен нулю Сделаем То есть есть еще что Проходить Я должен буду Уталять их не надо Ордерс Здесь я просто Пробегаюсь по ним Если Так Индекс Если индекс Это Move Если То что я там нашел Это move То тогда я должен Этот ход для себя Отмотать Потому что робот Мне его скажет Выполнить снова Дальше Else If Orders Orders Is Turn То тогда я должен Сделать Backturn Из-за этого он будет В некоторых местах У меня много крутится Потому что я сделал Два поворота А он каждый отматывает Соответственно там 4 Я уже не стал делать Какие-то усложнения Мне уже Это честно говоря Не очень-то Нравилось Прыжки Нет смысла здесь указывать Вообще Потому что Во время прыжка Положение не меняется Там просто идет ожидание Следовательно Отматывать вообще Ничего не нужно То есть при этом Никто не двигается Все И индекс Я уменьшаю На 1 Таким образом Рано или поздно Я дойду до 0 Делаю последний И все Подготовка выполнена А теперь Последняя Вроде бы как Функция Это Pinball Сам Pinball Который нужно будет Сделать Итак Берем Скан Проба Скан То есть Сканируем Это очевидно Должна быть Платформа Нужно будет Ее тоже Запомнить Так Не видел Не видел что там делал Но угадал До тех пор пока Скан больше 2 И Одновременно Скан Меньше 6 То есть Мы все еще находимся На платформах Мы будем по ним скакать Я добавляю его Для себя Тоже в массив Хороших Вот эту локацию Добавляю Локацию Которую я нашел Так что Такой там Так Хорошая локация Ну и соответственно Если скан У нас Здесь нужно делать Развилку Если скан Это jump up То мы делаем Одно Я делаю Jump Кстати да Jump тоже придется Переделать Jump Как и Jump Back Или back jump Точно так же Будет получать Два направления Это направление Jump up Deer То есть Как я буду возвращаться И текущее свое состояние То есть Current Deer Точно так же Так Else If Здесь у нас Соответственно Будет Например Left Так Left Соответственно Здесь Будет Left Deer И Deer Все Ну и Последний Это Если это Right Right Соответственно Здесь тоже Будет Right И таким образом Все прыжки У нас Будут Работать И далее Я должен Буду обновить Все вот эти Данные Так Вот это Мне уже Не нужно То есть Снова Сканирование Снова Локацию Запускаем И Вот здесь Нужно сделать Дополнительную Проверку Пинбол Может Не удастся То есть Вот здесь Мы выйдем Из цикла Если скан Меньше Нуля То есть Я прилетел Куда-то В пропасть Или на 999 Неизвестный Тайл Или В массиве Наша Локация В массиве В хороших Уже Встречается Значит Пинбол Закончился Неудачно В эту точку Мне все равно Не надо Я там уже Был Поэтому Здесь Я возвращаю Результат Ноль Что пинбол Не удался Если же Я дошел До конца То Ретерн Один Пинбол Удался Так Джамп Джамп У меня кстати Да она есть Нужно будет Ее немножко Переделать Так Look at Все это тоже Нужно будет Посмотреть Так Давайте я поближе Раз у меня все прыжки Здесь Будем сразу Порядок наводить Итак Джамп Здесь По принципу Бэкджампа Будет Поэтому я возьму Лучше Отсюда Так Где у меня Бэкджамп Вот он Бэкджамп То есть Они по сути Одинаковые Наверное Их можно было бы Как-то еще Выделить Но Что-то мне Совсем Заморачиваться С этим Не хочется Так Опять же Direction Второй параметр Это Current Current Deer Current Deer Здесь Мне нужно будет Посмотреть В направлении Направление Измененное То есть Так как у меня Там данные Которые я передаю Они не соответствуют То есть я прыгаю В другую сторону Мне нужно будет Полностью развернуться То есть Я добавляю К своему Направлению Это вот эта Корректировка Из-за того Что я передаю Обратное значение На 120 То есть Делаю вот этот Лишний поворот Дальше Так Так как я делаю Прыжок Следовательно В массив Команд Я должен Также его Добавить Jump То есть Jump Можно делать Но в данном Случае Я же не Команду передаю Мне же нужно Указать Direction То есть Направление Чтобы я мог Отличить прыжки От всего остального Да, это может Менее наглядно Но в любом случае Так получается Просто покороче Ну и следовательно Далее Я должен Перелететь Эти числа Я уже тогда находил Две единицы Впереди Ноль Move forward Если необходимо Поворачиваться То я поворачиваюсь И в конце Я точно так же В выбранном направлении Поворачиваюсь Все Это у меня Jump Что у нас осталось Inarray Он у нас не меняется Look at Dire Direction Здесь тоже все не меняется А вот эта функция Больше не нужна Раньше это была Надстройка Которая Реплеем Управляла Теперь у нас Этим занимается Альтернативный путь Вот он Здесь Реплеем управляет Чуть-чуть он Переделывался Ну и Главная функция Теперь с ней Сначала Хорошую локацию Я сразу же Помещаю в хорошее Далее Мы попадаем Так Нет Секунду Ты не здесь Вот сюда Ну и далее Мы попадаем В цикл В котором Делаем Все необходимые вещи Так Здесь у нас Так Да здесь-то ничего хорошего То у нас и нет Давайте-ка Наверное Мы возьмем Эту программу Так Нет Мы отсюда уже И так брали Ох Затянутая Все получается Вот это уже Больше похоже на истину Вот у нас Каны И так далее Вот у нас Джампы И все Вот это Это больше похоже на истину Давайте на Базе вот этого Все это сделаем Так 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 Вот наш Loop Наш цикл Так Итак Вот у нас Наш приказ Если это NoData Здесь Я наверное даже не буду В эту функцию уже выносить Если это Move То MoveForward Move Так стоп Секунду Куда я ее Проба Forward Здесь MoveForward MoveForward И Так как я делаю Этот ход Я Оказываюсь в новой платформе Которая Также Является Хорошей Поворот То есть Если поворачиваюсь То Делаю TurnLeft TurnLeft Здесь не нужно ничего Добавлять Потому что мы остаемся На месте Если это Scan То Get1 Здесь у нас Все остается За исключением Проба Forward Здесь будет MoveForward Так Если Get То Результат Возвращается В виде Скана Здесь у нас Будет TurnLeft TurnLeft И Далее мы Отправляем И отправляем Мы Единицу Результат Так Дальше Если Это прыжок То тогда Мы просто Делаем FindWay Так Я надеюсь Я ничего Здесь не пропустил Не забыл Потому что Восстанавливать Весь этот кошмар То еще Удовольствие Так Ну что ж Давайте Поначалу Посмотрим Чуть-чуть Замедленно Это не значит Что сейчас все пройдется Пока все хорошо Что у нас Произойдет Здесь Вот В этой локации Мы были То есть Прыжок плохой Ну и Конечно же Как без этого Backjump Да Здесь Данных то нет Опять же Так Backjump В реплее У нас возникла проблема Потому что Я просто Не передал Параметры Так Здесь получается Мы отправляем Order Потому что Мы его записали Мы его выделили Это и есть То самое направление И свое направление Так Ну конечно Никогда с первого раза Ничего не запускается Так Немножко Трим Все Вот я сюда не могу Потому что я здесь был Так Ну и что-то Опять не то Потому что Робот у нас Совсем не туда двигается Куда мне нужно Потому что Прыжок-то должен уже Совершиться Вот чего я и боялся Так Углы Left Left Так Подождите У меня Left Вот здесь Left Right Так Левый Правый Так Три Четыре Пять Right Так Я надеюсь Что сейчас Будет нормально Потому что Первый прыжок Был правильным Так Да Все Сейчас лучше Что на этот раз Локация Если локация Это у нас Скантайл Что у нас В скантайле Так Если скан И Локация В хорош А я локацию Вообще Где-то Взял Нет Локации Здесь нет Так Хорошо Так War Лок Равен Проба Location Локацию Я не выделил Но просканировал Так А как она у меня умудрилась пропасть Давайте еще раз Первый пройден Здесь нам делать нечего Вот здесь я очень боялся Вот этого места И вот здесь смотрите Какая засада Вроде нормально Да Нет Я тебе сделаю плохую Чтоб ты вот таким вот образом Еще все обошел Спасибо Так Здесь вроде все хорошо Ну и да Вот мы летаем И Опять же Выход рядом Но нет Мы все равно дойдем досюда А вот здесь возникла Первая проблема Я уже думал все Наконец-то я победил То есть сколько здесь всего было Всего И возникает проблемка Вот такая Идти-то здесь некуда Это тупик И вот это на самом деле подло То есть Мы прыгаем 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 Очевидно что мы здесь зациклились Возвращаемся Ну значит здесь хорошо А если мы выйдем сюда То мы здесь на старте Тут вообще вот это все бессмысленно оказывается Хорошо Здесь у нас все классно Сюда идти Ну можно конечно прыгнуть снова Но мы здесь были Поэтому Сюда ссоваться нет смысла Мы поворачиваемся Идем сюда Прыгаем Прыгаем здесь плохо Мы ищем выход Выходим И все Не понимаю для чего Автору нужно было делать Вот такой уровень В котором Есть тупиковые ситуации Это только гридом делать То есть Мы должны просто все Просканировать К тому же Одного робота Отправлять на поиск Всего я не могу Потому что Он не может сканировать Вот эти локации И на мой взгляд Это просто подло И в итоге Что мне пришлось сделать Я искал путь Специально для этого уровня И понял что Нужно попасть вот сюда Следовательно Я должен приземлиться На платформу Которая ближайшая Сюда попасть вообще Ровным счетом Ну вообще можно Но Мне нужно Будет остановиться Пораньше В общем Как я не пытался С этой платформой Сюда залететь С нее выйти У меня это не получилось Пройти сквозь эту платформу Тоже не получается Следовательно Я должен приземлиться Прямо на нее То есть я прыгаю И вот здесь я должен Выйти сюда Следовательно Мне нужно найти путь И вот этот путь Вот с этой платформой В принципе, это максимально близкий Я посмотрел, что здесь Если я повернусь сразу сюда, то Я попаду на финиш И таким образом я решил сделать Все вообще очень просто Для начала Мне нужно было подготовить почву Это на самом деле даже потом мне помогло Это улучшило Ситуацию по финалу То есть, где у меня начало, где главная функция Ох, затянул Так, здесь, соответственно Я просто два раза поворачиваюсь Что ж ты Что ж ты меня позоришь-то И посмотрите, теперь Я сразу прихожу на финиш, мало того, что я Вообще вот это все игнорирую И вот здесь Тоже неплохо вроде, и я сразу попадаю в тупик По крайней мере я не бегаю То есть я достаточно много времени вот этими двумя командами Сэкономил Здесь я не так уж и много потерял, то есть я повернулся И рано или поздно я все равно выйду То есть вот эти два уровня, они сильно сократились И в дальнейшем по статистике мы это тоже увидим Но что делать в данной ситуации? Нужно придумать такой костыль Потому что, ну вот на этом мои полномочия все Я понял, что, ну это вообще подло Так нельзя делать Я понимаю, если бы вот как у нас Прошлый уровень, где мы могли Или позапрошлый, где мы отдельно сканировали Целые острова То есть здесь вообще так нельзя сделать Как я могу понять, что вот это меня ни к чему не приведет? Каким образом? Потому что каждая платформа сама по себе неизвестна Что там рядом с ней, непонятно Если вы, конечно, видите это, можете написать в комментариях Я не понимаю, как это сделать Я решил, ну, попробую Вот у меня здесь только проблема возникла Я попробую посчитать Так, у меня первый прыжок, второй прыжок, третий Четвертый То есть четыре прыжка я совершил И вот здесь я придумал костыль В котором, если я сделал четыре прыжка И я вот прилетел вот сюда Следовательно, я отматываю два шага назад Прямо осознанно, целенаправленно отматываю И здесь делаю выход Вроде бы нормально Но вот здесь он у меня слетел То есть, ну, очевидно, что это костыль Он может здесь не сработать Робот у меня улетел Я первый раз столкнулся в такой ситуации В которой робот слетает Окей Я решил сделать так, что при отмотке назад И проходя сюда, если То есть, я немножко костыль этот улучшил Если вдруг я вышел и здесь ничего нет То я этот ход назад отматываю И, скорее всего, я попробую нивелировать то, что здесь И что получилось? А получилось то же самое, что и вот здесь Я просто попадаю сюда И где-то там зависаю Все, это до бесконечности будет продолжаться То есть, но здесь-то я не знаю, что вообще происходит Я не могу под это Я подбирал разные числа На каком ходу сделать вот это еще Еще и еще Ну, как еще можно с этим бороться? Если у вас есть идеи, напишите в комментариях В итоге, что я сделал? Хорошо, отсюда Раз я сюда все равно, рано или поздно Мне суждено здесь оказаться Что я делаю? Мне нужно пройти через эту платформу Здесь никаких поворотов нет То есть, если я пойду прямо То я окажусь здесь Я думал Да и черт с тобой Давайте посмотрим, что будет Если я был на этой платформе И она плохая Ну, очевидно, что я прилетел не туда Я решил отметить платформы, которые ни к чему не ведут И отметить их плохими И если я был на этой платформе Я просто через нее пройду Вот здесь проход хороший Здесь я пройду сюда Я не знаю, что там Я буду предполагать, что это повезет Тем более здесь И вот здесь я выйду туда, куда мне надо И это сработал, этот костыль Мне помог Давайте его писать На самом деле, тут не так уж и много Но в любом случае Мне понадобится дополнительный массив Bad jumps Вот он, этот костыль Ну и где он у нас в первый раз появляется Так Давайте по порядку Здесь просто шаги Никаких здесь изменений не вносится Scantile Тоже у нас не вносится Но вот здесь Когда я прыгаю назад Очевидно, что я должен Этот массив Даба этот прыжок добавить В плохой То есть все Здесь я был Этот трамплин ни к чему не ведет Все очень и очень здесь плохо Так, back move Здесь все нормально Реплей Здесь вроде тоже ничего У нас не меняется Так Вот у нас find way Здесь получается else А вот здесь Главный if Который будет нашим костылем Если В массиве Текущая локация Вот мы на нее встали Мы здесь уже были Это Плохой прыжок То есть если он есть там То что я делаю? Да к черту все Я просто перехожу через нее Ну естественно я должен Это как-то учитывать Но вы понимаете Что это не нормально? Это не нормальное решение Оно не должно быть таким Потому что это Не универсальное решение К тому же я не знаю Что здесь будет Ну и Тестируем В других таких мест нет Поэтому ничего страшного Здесь нет Вот я еще этот кусок Просканирую Нормально И вуаля Если вы считаете Что это нормальное решение Классно Но я считаю Что это дикий костыль Который вообще Не имеет права На существование Он не распространяется На первые три уровня А вот четвертый и пятый Он их касается Кстати здесь тоже Вполне он может Как-то сыграть Но В принципе все прошлось И Меня это не сильно-то Расстроило Здесь мы Сразу на финиш попадаем И И да Прекрасно работает И что ж Я получил это достижение И посмотрите На результаты Они топовые Для всего Потому что Вот это Это костыль Я не могу Это Назвать Каким-то другим Словом И вот это Вроде я должен Радоваться Что наконец-то Игра осилена А я почему-то сидел И такой Как Как это Серьезно Вот это Вот оно Ну и Собственно Вот Игра полностью Пройдена Причем На 100% Если бы была Платина Она тоже была бы Взята Потому что В прошлом видео Мы разобрали Как взять Оптимизационные Упражнения Вот эти достижения Которые Ну тоже Это просто Подлянка Со стороны автора Ну так нельзя делать В любом случае Если вы хотите Просто почитать Лор Который здесь есть То есть Мне кстати Даже ничего не дали Толку-то Вот от этого всего То есть Ну да Вот твое Вот ты выполнил Тогда вот это Было бы последним Выполнил его 2,2% Вот этот уровень То есть Ни лор нам Ни какой-то Открыли Ни концовку Какую-то Изменили Вообще ничего То есть Ну как бы Ты страдал И молодец Жди вторую часть Ну Как бы Не знаю даже Стоит ли в нее Играть В комментариях О не в комментариях В описании Я оставлю ссылку На все свои программы Ссылка будет Вести на гитхаб Где все программы Будут написаны Они уже В большинстве Своем случаев Другие То есть Они совершенно Другие То есть Ну давайте Просто раз Время уже Много Так не то Ну даже Взять Вот это же кольцо Вот программа Сейчас вот такая И вот Результат Совсем Ну намного лучше Чем было То есть В разы Это он уже Несколько раз Уменьшался То есть Я просто посчитал шаги Если я за 44 шага Вот досюда 44 шага Если я за 44 шага Соответственно Не дошел Значит я иду Не в ту сторону И все И это намного проще Того решения Которое было раньше То есть Первый тоже пройдется А вот эти два Они дополнительные То есть Если я вот До сюда дойдя Не обнаружил финиша Значит пора идти назад Ну все То есть Все вот эти уровни Они Теперь изменены То есть Вы не найдете Иногда Программы Которые я писал здесь То есть Даже первая программа Выглядит вот так То есть Используя данные Которые Мы Познакомимся с ними Только позже То есть Все программы Теперь В том или ином виде Оптимизированы На гитхаб Ссылка Как я уже говорил Будет в описании Вы можете все это посмотреть Почитать лор Если Как бы Он вообще зашел Их я вообще не понял Этот сюжет Можете опять же Написать в комментариях Что там И как Но В общем Я разочарован Вот Честно Да Вроде прошел сложную игру Хотя кто-то может сказать Что Тут вообще делать-то нечего Ладно Все Хватит лирики Игра пройдена Наконец-то На этом Я прощаюсь Увидимся в других прохождении И Наверное Надо будет отдохнуть Поиграть что-нибудь попроще Наверное В игры от компании Зактроникс Да Ну Наверное Я мазохист Ладно Конец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok